Но, увы, вся музыка фальшива, износились инструменты И, мы не видим лучшего мотива поучаствовать в ППМИ. Музыкальная школа – это не только профессионально подобранные кадры, вовремя отремонтированные крыши и новые окна. Кроме всего прочего, творческим детям нужны инструменты, тем более, когда состояние прежних оставляет желать лучшего. Решить имеющиеся проблемы, сделать обучение детей комфортным и доступным, возможно, благодаря участию в программе поддержки местных инициатив, в которой музыкальная школа примет участие в следующем году. Программа поддержки местных инициатив – это великолепная возможность осуществления своих самых смелых желаний и реализации наших интересных проектов. Детская музыкальная школа неоднократно принимала участие в программе поддержки местных инициатив. И в этом году на общем собрании, где были у нас жители города, родители, это у нас ТОС «Фортуна», решили принять участие в 2023 году с проектом приобретения музыкальных инструментов. Несомненно, сейчас все музыкальные инструменты, хорошие, качественные, концертные, они очень дорогостоящие. Так, нам в музыкальную школу требуется фортепиано, которая стоимость 700 и выше тысяч, нужны виолончели, скрипки, домры, гитары, также у них стоимость от 100 тысяч, баяны, аккордеоны от 500-600 тысяч, очень дорогие. С этими инструментами мы ездим, защищаем честь нашей школы на международных, на всероссийских конкурсах. И, конечно же, качественные, хорошие инструменты, они у нас показатель уровня нашей школы. И дети, приходя к нам в школу, занимаясь на хороших инструментах концертных, конечно же, у них стремление заниматься, достигать больших успехов в олимпиадах, в конкурсах, и они развиваются творчески. И, конечно же, наша задача, в первую очередь, вырастить здесь, воспитать многогранную творческую личность, которая знала, что такое слово «культура». Салаватская детская музыкальная школа – это успешно развивающиеся образовательные учреждения с современными формами организации учебного процесса, которая старается идти в ногу со временем. Спасибо. Ученики показывают превосходные результаты на музыкальных конкурсах. Причем не только по России, но и за границей. Ребята часто становятся лауреатами и дипломантами. Однако материально-техническая база школы сильно устарела. Многие музыкальные инструменты были закуплены еще в советские времена и, конечно, нуждаются в замене. Ведь качество и состояние инструмента, на котором занимается ребенок, имеет очень большое значение для успеха. Некоторые инструменты, вот сколько лет я в школе работаю, я работаю очень много лет, и у нас даже еще раньше этого срока. И поэтому, особенно, когда на конкурс мы детей готовим, мы, получается, идем и нас даже друг у друга берем, а на конкурсе даже разыграться надо. И вот мы друг друга ждем, чтобы там детей разыграть и принять участие в конкурсе. А тем более у нас часто очень конкурс ансамблем. И детям, вот мальчикам и девочкам очень нравится в ансамбле играть. Там у нас бывают дуэты, трио, квартеты, квинтеты. И, ну, вот у баянистов, и аккордеанистов так, конечно, нам инструментов не хватает. А сейчас очень много детей поступают с шестилеток, с детского садика. И вот, конечно, маленькие баянчики очень нужны. Но урок мы даже друг у друга, у нас их вообще только два баянчика таких, друг у друга берем, чтобы составляем расписание так, чтобы не совпадало. Вот поэтому очень, конечно, нужны инструменты. Потому что на конкурсы едем, и там, видимо, уровень какой. Поэтому вот и думры, и баяны, и аккордеоны, и гитары, ну и балалайчики тоже. Все вот эти инструменты нам нужны. Были бы очень рады, если бы нам помогли обновить их. Таким образом, благодаря возможности, которые дает ППМИ, у школы появится возможность выйти на новый уровень, а ученикам получить качественные умения и навыки. Альбина Кашапова, Иван Татауров, телекомпания «Салават».